Всем привет, друзья! С вами Нильф Гордон, это игра Майнкрафт, и это очередной отчёт со стримов, которые я провожу по Майнкрафту. И то, что я строю, как я развиваюсь, и чего я добился за кадром. И в этот раз есть что показать, и давайте я начну, наверное, даже не знаю с чего. Давайте вот начну вот с этого. Во-первых, я перенёс вот сюда вот огород. Вот только-только я вот его буквально вот только вот закончил, пересаживать. Буду показывать в креативном режиме, потому что так красивее, да? И что же? Во-первых, немножко я, immersive engineering, завёл вот этот вот аппарат, так скажем, который вырабатывает мне немножечко электричество, ну и чуть-чуть, чуть-чуть начал разбираться в электричестве. С помощью вас же, с помощью подписчиков, и спустил вот этот вот аппарат промышленная теплица, которая просто божественная штуковина. На основе её я буду себя обеспечивать тоннами еды, и вообще хотелось бы сделать фабрику еды, которая типа автоматически мне будет делать еду. Ну вот как-то так. То есть, сразу скажу, что, собственно, теплица эта будет находиться вот здесь. Вот я уже выбрал место, то есть она вот будет чуть ниже, да? Ну вот как бы вот на этом уровне, да? То есть, ну вот ниже этого здания. И вот здесь вот теплица будет находиться, и здесь вот будут ещё, так сказать, декоративные поля прям вот рассадиться. Вот эти вот, всё это место я решил под поля выдать, и как бы вот, ну как-то такие мысли будут. Возможно, здесь будет, вот, кстати, вот это нехорошо. Возможно, здесь будет какая-нибудь мельница, небольшая. Ну, посмотрим, посмотрим, как это делать, в общем, как это развить, посмотрим. Потому что мыслей очень много, но, скорее всего, вот здесь вот где-то, вот где-то здесь будет такая вот огромная теплица, в которой будут автоматически выращиваться растения. Что дальше? Это планы уже на будущее я начал рассказывать. Немножечко, ещё раз говорю, immersive engineering развил, но, в принципе, внутри ничего не изменилось. Я ничего не добавлял, вот это так вот сейчас вот на данный момент выглядит моя, так скажем, начальная база, что ли, или как бы это моя сторожка, да, или как-то правильно, даже не знаю, как выразиться. Дальше, дальше. Конечно же, вы заметили вот это огромное здание, которое появилось. Также появилась вот такая вот дамба или, ну, дамба или плотина, как угодно её называйте. Здесь у нас есть такое довольно-таки глубокое, ну, не глубокое, прям уж сильно, но всё равно озеро. При этом при всём оно как бы сделано, да. Вот это вот здание очень, ну, я строил, по-моему, три стрима это здание, и получилось довольно-таки успешно, интересно и благородно, наверное. Во-первых, вы видите похожесть вот этой печи, а это именно печь, вот этой печи, похожая на торс, да, и такую голову со шлемом, да, как бы вот так, из которой идёт как раз-таки дым, и это именно как бы дымоход, так скажем. Что же это за здание? Это кузница, то есть это здание, которое было отдано полностью под Tinker Construct мод, под, также в этом здании есть зачаровальня ванильная, в которой я буду зачаровывать предметы, если мне понадобится. И также здесь стоит три водяных колеса, вот здесь вот они крутятся, вот их даже вот сейчас как бы так вот показать, вот чтобы не отражалось, ну, во-во-во, вот сверху, видите, вот там он, вот, здесь, здесь, здесь и здесь. Они крутятся, вырабатывают и электричество будут, но они ещё не подключены, подключать я уже буду во время стримов. И давайте пройдём всё-таки к самому, так скажем, в само здание, но пешком уже, потому что есть проход, вы видели, наверное, этот мост, да, то есть с краешек. Вот здесь вот у нас проход есть. Всё это я строил в креативе, сразу скажу, и также я и буду продолжать в таком же варианте строить. Почему? Потому что, ребят, на постройку уходит очень много времени, и если бы я вот это всё строил в один, то есть если бы я один это строил в выживательном режиме, то, наверное, до сих пор я бы строил и строил, и строил, и строил, потому что здания очень большие получаются, и постройки, конечно же, на этого уходит очень много времени. Если бы кто-то мне, ну, как бы, если бы я в этот раз развивался не один, то есть мне приносили бы ресурсы, да, то есть так бы было ещё легче, но в данном случае я развиваюсь один, так что вот так вот. Вот такой вот мост у нас теперь есть здесь, это переход именно от этого здания к этому, и вот здесь у нас переход, и мы так вот, как бы, внешнюю часть переходим. Я не знаю, что здесь у нас будет, я вот честно, я не представляю, у меня, я думал-думал, что здесь делать, но это просто как вот такая веранда, да, которую можно посмотреть сверху, так вот, на реку, и также здесь у нас проход уже наверх, там уже начинается кузница, и вот здесь вот внизу, тут ничего, как видите, нету пока что, но это будет уходить вниз, и это будет проход как раз-таки к вот этим колёсам, которые здесь крутятся, вот здесь вот, то есть это будет проход, вот здесь он внутри будет проходить, и здесь как раз-таки будут внутри стоять вот эти вот приборы, которые будут вырабатывать электричество. Вот так вот выглядит этот мост вообще, довольно-таки интересно получился, на мой взгляд, так очень благородно как-то, да, и довольно-таки интересно, в том плане, что так как мост, он такой поворотный, да, то есть, ну, как бы, то есть, видите, он неровно идет какими-то неровными частями, кстати, это как раз-таки на стриме предложили, я решил именно таким образом построить, а вот таким, как бы, полукругом, да, то стоечки получилось как-то неровно они стоят, но, в принципе, мне кажется, у меня получилось обыграть какую-то такую вот хаотичную красоту, что ли. Также речка здесь дальше проходит, и здесь еще одна дамба есть, или плотина, как угодно можно называть, также здесь сливается сливается вода и уходит как бы в океан. Все эти каналы я тоже рыл вручную, ну, как бы, понятно, с модами, где-то добавлял, ну, где-то работал с модом, который заполняет блоки и там подобное, но получилось, по-моему, очень-очень неплохо, на мой взгляд, и достойненько, да, то есть, если, давайте еще, кстати, снаружи посмотрим, а то я уже вовнутрь хотел побежать, хаотично, наверное, показываю, и все. Вот так выглядит это здание, и, честно скажу, честно скажу, мне здание вот даже побольше, чем вот первое нравится, потому что здесь с какой стороны не посмотреть, оно со всех сторон смотрится офигенно. офигенно. То есть, вот даже вот с этой стороны смотрится офигенно. Крыша, как видите, очень, не то, что необычная, но я тут постарался сделать каким образом. То есть, идет вот эта вот часть, да, так, как домик внутри, он как бы буквой П, ой, буквой Т, грубо говоря, то вот эта крыша, она, видите, идет, 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 и вот здесь вот таким вот образом обрывается. Он как-то так. Со всех сторон смотрится отлично, по-моему. Притом, ну, как бы, то, что здание еще на высоте, да, как бы, вот, если мы здесь проходим, оно еще эпичнее смотрится массивно, мощно. Как-то, ну, вот, ну, не знаю, мне лично нравится, не знаю, как и вам, в комментариях пишите. Дальше давайте. Ночь настает у нас. Это как раз-таки вот кузница, да, то есть это, где печка находится, здесь как раз-таки кузница. Конечно же, здесь декоратив, чисто декорация, да, то есть, как будто бы здесь инструменты, я ими пользоваться не буду, это всего лишь для декораций были повешены. Ну, может быть, возможно, я буду пользоваться вот этими наковальнями. Здесь на первом этаже, вот именно, это первый этаж получается, да, то есть, хотя, вот здесь у нас, получается, подвал скоро будет. Ну, ладно, вот это у нас первый этаж получается. Здесь у нас как раз-таки тингер-констракт-печка стоит, и я уже сюда некоторые предметы перенес. Пока я здесь строил, мне, кстати, там сломали один из сундуков, в котором были вот как раз-таки вот эти вот схемы, да, отливки. Надо будет их заново создавать, если мне понадобятся какие-то инструменты. Ну, и вообще здесь все, все в тингер-констракт направлено, все это я строил в креативе, еще раз напоминаю, здесь будут храниться какие-то предметы, если они мне понадобятся. То есть, ну, как-то так вот. Очень прикольно смотрится, на самом деле. Печка получилась довольно-таки массивной. Ну, вот, собственно, тут еще нету лавы, сюда надо будет и лаву принести, но, как видите, здесь лаву довольно-таки прилично можно залить. Ну, и если что, мы всегда можем увеличить объем лавы, которая должна сюда заливаться. То есть, и даже, как бы, можно здесь хорошо переплавлять материалы. На втором же этаже у нас, так как здесь зачаровальня, я попытался сделать это здание, ну, как бы, внутреннее убранство, в какой-то степени такое полумагическое, очень много книг, как видите, ну, книги, знания, да, вот как-то магия, алхимия, вот здесь вот немножечко, да, то есть, сюда я буду вешать уже созданную мною броню, потому что хотелось бы ее именно самому создать и повесить, может, какие-то кожаные или еще что-то. То есть, видите, здесь вот такие алхимические станки из Blood Magic стоят, ну, как бы, вот алхимия немножко, может, тут вот что-то химичить, варить, переплавлять, что-то. В общем, вот как-то так это получилось и второй этаж, он, конечно, не функциональный, ну, в какой степени функциональный, вот здесь вот только, да, то есть, только этот станок, он рабочий, то есть, я постарался сделать ровное количество, мы вычисляли тоже на стриме, чтобы ровное и красивое количество было, чтобы зачаровать, можно было под 30-й уровень, и, к сожалению, нельзя, давайте вот посмотрим, допустим, алмазный меч, да, и видите, 30-й уровень можно, что у нас получилось? Отдача, небесная кара, прочность. Вот так вот. И получилось довольно-таки неплохо, такой дом знаний и немножечко магии, ну, и вообще, в принципе, знания, да, кузнечное дело, это тоже знания, это тоже, надо было уметь работать с материалами, да, выплавлять, да, собственно говоря, оружие, работать с металлами, ну, это все тоже знания, и наверху книги тоже, наверное, посвящены не только какой-то алхимии или магии, но и кузнечному делу. Вот так вот примерно обстоят дела на данный момент, на нашем, на одном из наших серверов, на Magic Engineering, на котором я играю, так что, если захотите на нем поиграть, тоже присоединяйтесь, все будем рады, вот так вот здание выглядит ночью, здесь, здесь я вот еще думаю, кстати, вот это я не доделал, я забыл, честно скажу, освещение, как вот здесь вот освещение сделать, я, честно говоря, пока что не знаю, а может быть его и вообще не будет, так что пока я, ну, пока я ничего не могу сказать. В дальнейшем, что будет дальше, как бы, что дальше будет, и как я дальше буду развиваться, в первую очередь, я бы вот хотел построить, ну, развить Immersive Engineering мод, и обеспечить себя едой, обеспечить себя едой, чтобы еды было достаточно много, чтобы потихонечку можно было дальше вырабатывать, плюс при этом, при всем, я буду строить, как и здание для еды, также буду строить здание, где у меня будет вырабатываться электричество, и, точнее, ну, разные здания, где будет вырабатываться электричество, потому что, допустим, вот здесь вот есть такая вот скала, которая смотрит вот туда вот, вот эта вот скала, и она прям вот напрашивается на мельницу, прям очень сильно напрашивается на мельницу, прям вот, честно, там, факел взорвали внизу, ну, 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 прям вот, прям изо всех сил, и, да, возможно, я сделаю здесь мельницу, ну, она тоже будет декорирована, то есть, чисто декором, как бы, обделана, да, и функциональность ее будет в том, что она будет просто добывать электричество, как и иммерсив инжиниринг, вот этими вот лопастями, да, ну, и вот как-то такие вот планы, плюс электростанцию я обязательно сделаю, то есть, где будет у меня храниться электричество, и откуда будет питаться все мои устройства, ну, как-то так, потому что, хотелось бы все красиво сделать, все интересное, и чтобы это все было направлено на какие-то, ну, то есть, каждое здание, оно было с каким-то смыслом, что ли, а не просто здание, типа, ну, так вот. На этом все, и еще раз напоминаю наш проект Nilfgaard.ru, на котором вы можете скачать наш лаунчер и выбрать один из двух серверов, на котором начать играть, все зависит от вас, ну, и приходите обязательно на стримы, если вам нравится и Майнкрафт, и просто мой канал, или я, всем буду рад, всем всего, удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok